МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На рассвете 7 августа 99-го года отряды чеченских и дагестанских боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба торгаются на территорию Ботлигского района Республики Дагестан. В 9 часов утра в штаб в Махачкале поступает информация. Боевики захватили села Рахата и Ансалта и выдвигаются на Ботлях. Объединенная Дагестанно-Чеченская группировка ваххабитов по разным оценкам насчитывала от 1,5 до 2 тысяч человек. В основном чеченцы и дагестанцы. Но около четверти настоящие интернационалы. Прибалты, украинцы, русские, узбеки, таджики, афганцы, арабы, йеменцы, суданцы. Боевики вошли в селение правильными колоннами. С местными жителями общались подчеркнуто учтиво. Сказали, что пришли наводить исламский порядок и предложили всем желающим покинуть селение. Впрочем, всех, кто решил уйти, предупредили. Двери и окна не закрывать. Все равно выбьют. Все было почти мирно. Басаев не пошел дальше рахаты. Он рассчитывал занять Ботлях без особого сопротивления и не задерживаясь двигаться на Буйнакск, присоединяя по пути сторонников. Но их не было. Большинство жителей оккупированных сел не присоединились к его отрядам и воспользовались возможностью уйти. План Басаева застопорился. Здесь, в горах, дагестанцы, как сырые дрова, шипели, но не загорались. Федеральное командование использовало возникшую паузу с большой пользой для себя. В район Ботляха срочно стали перебрасывать дополнительные силы и вооружения. 8 августа 1999 года, в воскресенье. Федеральные войска ограничиваются обстрелами и минированием. Вертолетчики в этот день дважды по ошибке обстреляли отряды дагестанской милиции. Боевики Басаева продолжают ползучее наступление. Они занимают села Тандо, Зиберхали и Шодрода. Оказывают сопротивление боевикам и местным жителям. 67-летний школьный учитель истории из села Шодрода Абдулла Хамидов отказался уйти из Аула, когда в него вошли боевики. Из потайного места он вытащил купленный когда-то автомат и устроил у себя дома засаду. Я находился дома, и как раз в это время боевики, человек 15, пришли по этой дороге, искали себе, где ночевать, где отдыхать. Наверное, они искали. И поэтому я думал, что они ко мне тоже придут. Конечно, обязательно придут. Их много было в селе. И я по ним открыл огонь. Абдулла Хамидов попал только в одного боевика. Ранил в ногу. Вскоре боевики его арестовали и поместили в здание местной милиции. Через несколько дней организовали шариатский суд и вынесли приговор. Там допросы, там свидетели и так далее, там подобное. И в конце концов они решили. Вот этот, который я ранил, он должен стрелять из моего же автомата. Ранил меня так же, как он. И он, говорит, переедет. Он находится, скажем, в Грузном. Приедет сегодня вечером, приедет, говорит он, чтобы исполнить решение суда. Ну, сегодня вечером не приехал, на следующий день не приехал. Так, 12 дней. 8 августа президент Борис Ельцин отправляет Сергея Степашина в отставку. Исполняющим обязанности председателя правительства России назначается директор ФСБ Владимир Путин. Собственно, ведь ваш покорный слуга отдал распоряжение нанесения ударов. В качестве премьер-министра было бы последнее распоряжение. Кстати, записано, зафиксировано. Это не попытка там оправдаться. И там же я спросил тогда и у военных разведчиков, и у начальника генштаба, в чем дело, почему я вернулся туда батальону. Ответа я не получил. В Дагестан со всех концов России срочно перебрасываются дополнительные силы Министерств обороны и внутренних дел. Аэропорт Махачкалы работает в авральном режиме. Военно-транспортные самолеты прибывают один за другим. Но генералы и солдаты чувствуют себя неспокойно. Басаев и Хаттап начинают понимать, обещанной поддержки не будет. Тогда боевики решают прорваться в Дагестан из Чечни с другой стороны, через Андийский перевал. Боевики стремятся захватить стратегически важный мост в районе селения Муни, занять вокруг него высоты и тем самым отрезать от остальной части Дагестана сразу три горных района. Сумадинский, Ботлихский и Ахвахский. После чего провозгласить здесь единое с Чечнёй исламское государство. Для осуществления этой задачи боевикам необходимо пройти через высокогорные андийские сёва. На этом направлении всего лишь горстка милиционеров и нет ни одного российского солдата. 15 августа 1999 года, воскресенье. Завершена милицейская зачистка Цумадинского района. Штурмовая авиация и вертолёты наносят авиаудары по позициям боевиков. Боевики осуществляют смену людей на переднем крае. Повоевавшие отряды отводятся на отдых и пополнение. Их заменяют свежие люди. Федеральные силы продолжали наносить мощные удары по позициям боевиков. Штурмовые отряды десантников, спецназа и мотострелков медленно, но уверенно выбивали басаевцев с окраин сёл из пещер и расщелин. Однако окончательного перелома не наступало. У боевиков появлялись свежие силы. И они прибывали со стороны перевала Харами по дороге из Ведено. С первых дней вторжения андийцы сообщали об этом военном. Взятие перевала Харами окончательно решило исход спецоперации в пользу федеральных сил. Под контролем военных оказалось сразу несколько важных горных дорог. Прекратилось снабжение боевиков. 22 августа Шамиль Басаев отдал приказ своим отрядам отходить. Боевики уходили из Дагестана, наспех хоронили, а то и вовсе бросали на полях боёв убитых дагестанцев и наёмников. И увозили трупы своих. Это был странный отход. Машин примерно вот то, что одна колонна из 10 машин уж точно была. Сожжённым фарами под сумерки они уехали. 25 августа, среда. В 14 часов 30 минут военные докладывают в Москву. Сёла Ботлихского района очищены от боевиков. Подразделения и части силовых структур дагестанские ополченцы приступают к реализации завершающего этапа операции. Они выявляют складские зоны боеприпасов, материальных средств, вооружений и уничтожают остаточные группы боевиков. Боевики яростно и умело оборонились, особенно в селе Тондо. Ошибки и несогласованность в командовании спецопераций привели к тому, что несколько раз штурмовая авиация наносила удары по своим. В результате таких бомбежек и обстрелов погибло несколько групп солдат и дагестанских милиционеров. Только один бой за высоту ослиное ухо унес жизни 12 российских десантников. Еще 25 были ранены. К исходу операции потери федеральной группировки составили более 60 человек погибшими и более 200 ранеными. Это без потерь дагестанской милиции и ополченцев. Будет трусостью уклониться от боя. Они не говорили высоких слов о родине. Для них она была в их собственном доме. Они просто защищали ее и целостность всей России. Тогда в Дагестане горячим августом 99-го.